здравствуйте дорогие друзья вы знаете я уже не всегда говорю доброе утро я говорю здравствуйте потому что я еще не знаю доброе оно или нет так мир надо новости сначала смотреть что происходит надеюсь уже скоро уже месяц такой сил ниссан месяц чудес может действительно что-то скоро закончится и так глава тазрия святая тора она вечна и хотя законы о проказе там применимы только во времена храма а идеи стоящие за этими законами они никуда не делись наоборот они имеют на прямое отношение почему появлялась язва мудрецы говорили что это последствия греха когда человек болтает языком безуще особенно да там то это одно из самых главных преступлений не зря поставил язык за двумя загородками бог почему потому что он понимал это открывает путь всем грехам засловие она как бы набрасывается на человека она смакует падение недостатки радуется чему-то позору это в сущности духовное кровопролитие убийство написано язык стрела заостренная если человек засловит то абсолютно точно известно что он больно душа его больно она как бы гнилая и поэтому на коже возникала язва признак болезни распада если злые слова как бы есть на языке но чеку держал себя до наоборот написано происходит невероятные вещи когда человек удержать себя от насмешки полкости не передает какую-то гадость про кого-то это личность это у него великая награда черном научился обуздывать свои страсти и разум властвует над языком это очень много район извильно писал что каждый раз когда человек останавливается чтобы что-то сказать возникает великий свет сан злословище написано подобен змея почему змея кусает инстинктивно ее толкает к этому рефлекс в лечении тот же кто останавливается он выше ангела потому что у ангела нету злых побуждений злословие в самом простом смысле является проявлением зла это самое минимальное и самое страшное зло обсуждение недостатков ближнего отсутствие сочувствия к нему это преступление вот и все когда говорите этот человек с ним такое-то пришло и не сочувствуете и говорите это зло или это вы преступник так написано ничего не могу сделать это все связано с одним есть богу не есть хозяин мира он нам рассказал все вообще еще раз вернемся к самому главному жизни или создан есть только два варианта или есть хозяин однажды вот такой вариант нобелевской премии так забыл фамилия не важно он сказал что вдумайтесь люди что даже одна клетка да не могла бы создаться сама взял вычислил вероятность и сказал нам следующее что скорее ураган пронесшийся на свалкой соберет боинг 747 чем одна клетка создастся случайно одна а в мире миллиарды но люди верят все равно почему так удобнее так удобнее удобнее считать что у тебя дед прапрапрадедушка сидит в зоопарке за решеткой так удобнее когда у бога нет человека мы едим что хотим делаем что хоть и он мешает кому-то не хочется субботу ездить на вы что мешали на машине кому-то окорок такой красивый не важно понять что бог есть проблемы не существует и все это поймут но кто-то в конце понимаете желание вот они у человека в голове желание это подсознательно влияет на человека если человек например там признание бога мешает ему ну скажем кушать устрицу который привык да или там ездит в шаббат на пляж все закончено рассуждением вот бог не зря сказал когда маша рабейну из великий момент его много-много раз рассказывал маша рабейну писали создадим человека маша горит а чем пишем создадим люди подумают и ошибутся бог сказал ты пиши как я сказал потому что ошибется кто захочет кто-то ошибется от что нам сказал здесь бог знающий все он сказал чек ошибается все прекрасно стоит человек все прекрасно знает все человек если бы хотел бы моментально нашел и творца и так далее но не ищет ищет что угодно там полюс горы там и тогда к сожалению бог задает другой вопрос я тебе не интересен спрашивать чека ты меня не ищешь поэтому надо искать бога искать только искать его чем мы не можем искать духовное физическими какими-то приборами своими глазом этим вот тут вот единственный прибор который может его услышать увидеть поэтому здесь важно что мы ищем мы видим например тысячную часть того что видит ему там орел видит в сто раз больше нас собака нюхает дольше если и так далее да так вот мы умничаем и ищем там где нам доступно там где мы можем маленькой части мироздания это знаете как рассказывается под фонарем чек ищет что ты ищешь ключ потерял а чего ты здесь ищешь ты здесь потерял нет ничего здесь светло вот и все мы не там ищем надо искать в своей душе надо искать в утроках в извлечениях мудрецов поэтому он есть он с нами он тоже ждет что мы его нашли и очень сильно ждет потому что ему хочется больше чем нам написано чтобы мы нашли его нашли дорогу эту и тут он найдет ему великая очень награда будет сегодня видно в мире что все к сожалению заблудились бархавая слоха и чтобы закроем рот на один день это большая помощь